Еще не так давно процедура искусственного оплодотворения не была такой востребованной и популярной. Инновационные технологии, новые методики, препараты, модификации программ и протоколов проведения – все это влияет на эффективность и, как следствие, на результат. Если раньше начиналось все с ЭКО, потом появилось ИКСИ, сейчас уже есть и ИКСИ, и ПИКСИ, и ИМСИ. В течение последних лет появилось прогнационное генетическое тестирование эмбрионов, которое также влияет на эффективность программ, повышая их качество за счет того, что мы переносим эмбрионы обследованные генетические, так скажем, что повышает шансы наступления беременности. Появление усовершенствованных методик позволяет провести более результативно работу по лечению бесплодия, сдачи и хранению биоматериалов. Существуют различные методы оплодотворения клеток, то есть самый простой, но он как бы с одной стороны и хорош тем, что он как более естественный, так скажем, путь оплодотворения – это ЭКО, то есть когда клетки сами оплодотворяются. Если же есть показания, как и стороны женщины, так и стороны мужчины, когда клетки, допустим, сами по себе могут не оплодотвориться или процент оплодотворения крайне низкий, может быть низким, тогда проводится процедура интерплазматической инъекции сперматозоидов в цитоплазмной яйцеклетке, это вот ИКСИ сокращенно. То есть когда эмбриолог сам берет сперматозоид и вводит специальной иглой в яйцеклетку, таким способом оплодотворяя ее. В ПИКСИ различные модификации, то есть ПИКСИ – это когда сперматозоиды проходят такое тестирование, ЭКО, так называемый, когда… Ну это тоже тест на зрелость сперматозоидов, в том числе их качество, и идет отбор сперматозоидов, соответственно ими оплодотворяются яйцеклетки. Результат успешного оплодотворения зависит от нескольких факторов. Если говорить это со стороны пациентов, то зависит от возраста пациентов, и от мужчины, и от женщины. То есть чем старше возраст женщины, тем качество биоматериала, оно хуже становится, потому что с возрастом количество анеуплоидных клеток возрастает. То есть это что значит? Это значит, что в клетках уже есть ошибки какие-то, сбои в генетике. И естественно с возрастом вот этот вот процент вот таких клеток, он все больше увеличивается, 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 и к 40 годам он вообще уже как бы очень достаточно высокий. И у мужчин в том числе, кстати. И вот с этим связано с тем, что формируются именно слабые, которые не могут имплантироваться, если они имплантируются, могут приводить к невынашиванию, к выкидышам и так далее, и так далее. Все зависит и от подготовки пациентов к программе, как мужчины, так и женщины. То есть, что это значит? Во-первых, нужно оценить здоровье пациентки, и соответственно идет коррекция этих состояний. То есть, допустим, если у женщины есть гормональные какие-то проблемы, заболевания щитовидной железы, сначала идет лечение этих состояний, тех хронических заболеваний, которые мы не можем вылечить, соответственно в компенсацию, чтобы это все переходило в стадию компенсации, чтобы мы могли проводить программы, ее шансы были высокие, так скажем, наступление беременности и затем вынашивание беременности в том числе. Коррекция там дефицитных состояний, коррекция там, допустим, веса, инсулинорезистентности, которая, кстати, очень сильно влияет тоже на качество проведения программы. Затем, естественно, оценивается гинекологическое здоровье женщины, то есть она будет вынашивать, вот в том числе, чтобы имплантация успешно прошла, то есть состояние ее эндометрия матки, да, маточных труб, соответственно, да, то есть чтобы не было там каких-то воспалительных процессов. Не только пациент должен быть подготовлен к программе оплодотворения. Немаловажную роль здесь играет врачебный опыт и современное оборудование. Ну вот эмбриоглю, допустим, это среда, которую мы используем, наверное, можно сказать, очень часто. Эта среда появилась не так давно, но она себя зарекомендовала очень хорошо, потому что это, что она себя представляет, это среда, насыщенная гиалуроновой кислотой. Значит, вообще в процессах имплантации в матке, когда вот открывается окно имплантации, очень короткий период времени, кстати, имеет, и мы должны попасть в это окно имплантации, опять-таки вопрос о профессионализме врача и понимании всего процесса, да, вот, и уровень гиалуроновой кислоты под ним, он повышается даже в физиологических условиях в матке, что тем самым повышает шансы, как можно сказать, как склеивание, что ли, приклеивание получается эмбриона к стенке матки, то есть к эндометрию. И эмбриоглю немножко как фиксирует, что ли, эмбрион. Мы переносим в полость матки в определенное место, допустим, мы знаем, где более лучшие эндометрии, более хорошо кровоснабжаемые эндометрии, и мы по контролю МУЗИ, допустим, с помощью специального катетера переносим в нужное место, там, где вот действительно самое лучшее. И эмбриоглю нам не дает тому, чтобы он уполз, так скажем, из этого места и зафиксировался именно туда. То, что раньше считалось доступным лишь в кругу избранных, сегодня становится все более популярным. Применение различных методик в эмбриологии значительно расширяет возможности современной медицины, и в этом смысле наш город считается одним из передовых в стране.